Конечно же, главным недостатком нынешнего Т-62М является его бронирование. Изначальная защита представляет собой гомогенную броню толщиной около 100 мм в лобовой части и 80 мм по бортам. На бортах также имеются резинотканевые противокумулятивные экраны. При модернизации на танк поставили динамическую защиту «Контакт-1», засчитанные решетки и, конечно же, козырек. Причем броневые блоки на лобовой части башни, заполненные пулиуретаном, а ниже брови Ильича, остались. Но, по всей видимости, не на всех моделях. В общем и целом по части оснащения динамической защиты вышло, грубо говоря, очень далеко от идеала. Зато была значительно улучшена защита днища.